Царю небесный, утешителю души истины, И живи с древесы, и вся исполняяй сокровища благи, И жизни подателю прийди в силий совны, И очистины от всяких скверны, И спаси блажь души наша. Отец наш небесный, молим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Благословите наши занятия по слову твоему святому. Даруй, Господи, пройти по твоим стопам, никуда не сворачивая, ни направо, ни налево. Благослови, Господи, нашу жизнь провести свято, Благовествование другим людям о славе твоей святой. Благодарим тебя, Господи, за сегодняшний этот святой день твой, воскресенье твоего. Благослови, Господи, наш тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к евреям, святого апостола Павла, 6 глава, 9 стих. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасением, хотя и говорим так. Толкование. Достаточно укорив и устрашив, его утешает, чтобы не сделать их совершенно беспечными. Ибо кто сильно наказывает ленивого, тот делает его еще более ленивым. Поэтому говорит, говорю это не потому, что осудил вас, и не потому, что считаю вас исполненными тернией, но потому, что боюсь, как бы не случилось этого с вами. И не сказал, ожидаем от вас, но надеемся, то есть находимся в твердой уверенности относительно вас, что вы не так живете, но лучше, и что заботитесь о собственном спасении. Хотя мы и выразились так сильно. Итак, он говорит это или об их жизни, именно, что вы настолько тернисты, или о воздаянии, что вы не близки к проклятию и не к сожжению, но для вас назначается иное воздаяние. Может быть, впереди прочитать стих, что-то я не уладываю связи. Давайте седьмой и восьмой сейчас прочитаем. Евреям 6.7 «Земля, питавшая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых его сделается, получает благословение от Бога». И восьмой стих. «А производящая терниям и волши, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». То есть, до этого речь была о невозможности второго крещения. И дальше идет продолжение, посвежить в памяти, что некоторые считали, что человек после крещения, если отпадает от церкви, отходит в ересь или куда-то там. Ну, бывает у человека духовные падения, то, чтобы вернуться ему в церковь, его нужно опять крестить. И эту ересь развенчивается тем, что Христос однажды умер и однажды воскрес. То есть, не было дважды воскресения, и поэтому мы в символе вере говорим веру во единого крещения, то есть в единственное крещение. Ну, а если после крещения человек пал, то есть тогда уже таинство покаяния, это другое таинство, это не таинство крещения. То есть, человек идет на исповедь, кается о своих грехах, ему назначается эпитемия, какое-то время отлучения от церкви, он молится. А потом опять, как у нас сегодня брат, вот, после эпитемии опять в лоне церкви, значит, слава тебе, Господи. А, мне Господи. Да, почистился. Наказание получил, как говорится. Да, покаялся, искренне церковь убедилась, батюшка убедил, что человека искренне покаяния, что он не живет в этом грехе. Ну, все, опять мы приобрели брат от своего. А если же брат остается, там написано блудником, ну, мы тут можем другой, любой грех. Пьяницы, блудника, гором, лихоимцем, лихоимцем, неважно. При этом называются братом, с таким даже не есть. И чтобы выразить ему презрение, чтобы как-то устыдить, чтобы он сам споткнулся. Ну, я какой-то же не такой, что-то все как-то за один, по-моему, я в сторонке там. Чтобы и душа его подвиглась обратно в церковь. И сегодня батюшка говорит, Господь же Адама выгнал Израиль. Ну, и тут же ему и одежда кожаная, и все, и так же и мы. Эпитимья – это лекарство. Это лекарство, и ребенка отец наказывает тоже для того, чтобы он исправился. Не, ну, как бы там, пускай за одним отдельным столом, но ему же все тоже приносят, что на столе есть. Причем отдельно обслуживают его. Тут тоже надо понимать же. Да, может, все это же еще и лучше. Может, еще и лучше. Но не еще лучше, это понятно, наказание должно быть какое-то. Что ж теперь в тюрьме сделать так, чтобы это было как на свободе, тогда как где тюрьма? Ну, пойдем дальше. Евреям, 6 глава, 10 стих. Может быть, о наказании тогда поговорить, объявить имя? Вот, ну... Василий, об епитимье тут говорится-то, или можно говорить об этом, или нет? Ну, здесь не об епитимье говорится. Здесь, да. Самое главное даже не в том, что человек лишается какой-то либо пищи, а лишается общения верующих. Вот что главное. Я имею в виду, ну, сидит там даже отдельно, там ест. А может за столом пообщаться с братами, с сестрами. А он там, считай, там, в одиночку. Некоторые даже петь не могут. Даже вот как, в 1-й калифе, 5-й главе, апостол Павел там говорил, что даже как изгнать его вообще из собрания, то есть того человека, который будет никому. И это на его поменяло, что он покаялся. И он уже 2-е послание пишет, уже за него хороться, чтобы его приняли. Чтобы, как бы, строгость умеется. Да. Кто это пережил, тому легко об этом говорить. А кто не пережил, да, вот у меня было такое, то есть, на грани. То есть, Игнать Тихонич говорит, ну, жалко ты, или хороший человек, жалко с тобой расставаться. Как расставаться? И все, у меня тогда уже перелом. То есть, я начинаю, начинаю, Дух Святой начинает тебе трудиться, потому что ты свое сердце открываешь, как же меня выгонят. Я буду вне церкви, а вне церкви нет спасения. А есть люди, которые не боятся Бога, там, ой, вы меня будете гнать, и они, когда я из общины не уйдю, то обычно и уходят, как бы. Это вот как Петр, я за тобой пойду, там, и в огонь, и в воду, и на смерть. Ну, посмотрим, Петух пропоет, ижды отречешься от меня. Поэтому не нужно быть самонадеянным, нужно надеяться на милость Божию, открывать свое сердце, но и не забывать общение. Вот у нас почему общие навлекаемые, потому что мы, общаясь друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но впереди два условия. Если ходим во свете, подобно как он во свете, и имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если человек привык к одиночеству, сидит один крючком, ходит, что там в нем, в тихом омуте, как говорят, правильно, бесы выводятся. А потом, когда человек начинает общаться, вот в подводной лодке, вот в консервной банке, все это вылазит наружу, и происходит очищение. Выхлоп потом идет. Да. А вот беда у нас, что в нашей церкви нет вот этого лекарства, вот этого истинного лекарства под названием Эпитимья. Да у нас в церкви, по большому счету, нет и самого главного хождения во свете и общения друг с другом. Где мы его видели? Да. Ну зайди в любой храм и... Практически. Поэтому и... Любой. Поэтому и вот... Теперь я могу продолжать. Продолжим. Евреям, 6 глава, 10 стих. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Толкование. Смотри, как Он ободрил и укрепил их в надежде на лучшее, напомнив им о прежних их делах и правде Божией. Ибо если Бог правосуден, то не забудет дело вашего, то есть милосердие, братолюбие, но воздаст вам. Поэтому не отчаивайтесь, но вполне надейтесь на лучшее, так как Бог совершенно справедлив. Итак, не о вас сказал я, что сказал жестко, ибо знаю, что вы недостойны проклятия. Важное дает о них свидетельство, указывая не на дела только, но и на дела с усердием. Ибо служить есть знак усердия. Говорится о любви и милосердии, которые они показали не к братьям своим, но во имя Божие. Смотри, какое величайшее утешение в том, что мы делаем не для людей, но для Бога. Как и Христос говорит в Евангелии, сделали мне. Что сделали братьям мои меньшим, то сделали мне. Евангелие от Мафея, 25 глава, 40 стих. Ибо кто ради имени Божия печется о неправедном, тот делает это для Бога. Святым, то есть верным. Что такое святой? Синоним слова верный. Ибо всякий верующий свят, хотя бы он был и мирянином. И далее. 1 Коринфянам 7,14. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Таким образом, вера здесь производит освящение. Посему будем внимательно не только, не к одним только отшельникам, как к святым, но и к мирянам. Те, конечно, святы, как по вере, так и по жизни. Но и миряне святы по вере, а многие и по жизни. Смотри, как он успокаивает их. Ибо сказавший, послужив, не остановился, но прибавил. И служа. То есть, и теперь вы делаете то же самое. Ну, здесь он вспоминает прошлые их заслуги. И говорит, что если вы когда-то были верующим, а потом отпали, не отчаивайтесь. Бог вспомнит ваши прерывные дела. Вернитесь на путь покаяния. Как говорится, овечка упала, поткнулась, замаралась, встала, отряхнулась, дальше пошла. Земля упала. Житуха люкает. Поэтому он и призывает. Оступился после крещения. Не отчаивайтесь. Сам играю. Что такое отчаяние? Согрешил человек? Тяжкий грех какой-то. Даже уже будучи крещенным, дьявол поставил под ножку. Не по бодрству. Где-то все. И Бог меня не прости. Вот это тут мысль надо гнать от себя. То есть, идти или человека, брата, видишь согрешающего, выговори ему. Иначе Бог с тебя спросит. Примет? Приобрел ты брата своего. Не примет? На тебе, значит, крови нет. Иногда говорят, что... Ну вот он не принимает, значит, ну, надо ничего ему не говорить. Все, у нас как бы... Демократия, воля, свободная. Никто Бог насильно за уши никого не тащит. Правильно, не тащит. Но понудить его к этому, увещевать, мы обязаны. Святая обязана из каждого христианина. Ну, раз и пинками на исповедь загнать на грех. Да? Обстановка меняется. Помнишь? Кама грядеша. Когда народ-то уже против народа. На взводе. А так вот, вспомнил, он стоит на трибуне, говорит, обстановка меняется. Особенно вот это он, Нобелевской премии даже ему хотели дать. Это Устинов играл, Питер. И у нас потеряет Устинов, Петр тоже. Играет Нарона. Он сидит как только сейчас командовал, кому умереть, кому что. И вдруг все против. Гвардию все перелезали. И он когда забежал с ней вот так вот. Только сейчас же все было на моей стороне. И ничего уже нет. Все. Она ему только нож дает, кинжал. Нарон. Режь себя, режь скорее. Уже народ прибегает. Это все-таки счастье было сам себя. И он наставил дальше не. Когда-то грудь его как бы обнимает, давнуло ему и насквозь. Какой актер убирает? Да. Как Рим без меня будет? Вот я думаю, как он будет без меня? На днях, значит, звонит один мне. А я трубку-то открываю. Вот он у меня, дорогой телефон. Вон, видишь, звонит мне. Я вот так вот открою. Цифры. Нету. Я держу. Не говорю, потому что заходят они, пакости всякие говорят. Надо, чтобы голос подал кто-то. Я вчера подождал, а потом дали. А обычно я, как я вижу, открывает мой кто-то. Я отвечаю так. Говори. Это в тюрьме. Там ни одного слова еще нельзя сказать. Надо быстро связаться. Поэтому стучат, а его нет того человека. Он закричал. Такой-то. Лапкин. А который по коридору ходит, они заглядывают. Все сидят. Из какой камеры крикнул-то, не знаю. Это камера другая. А тот услышал, меня и ищут. Говори. И опять сел. Она заглядывает, нигде никого нету. У того все сконцентрировано там в одном предложении. Он говорит. В следах ничего не знают. Он тогда понял, что за счет расследования запуталось где-то. А теперь бегают охранники через глазок, смотрят, никого нету. Так. Опять нету. Долго в ходил, успокоился. Он-то опять кричит. Одно слово нельзя сказать. Полный молчок. Я спрашиваю следователя как. А вот говорит как. Мы разговаривали. А сейчас, говорит, прихожу. Он меня вот так вот на ногу сделал так. Так, слушай. Ты мне марихуаны принесешь? Вот ты что, сдурел? Как я принесу? Это последнее, что ты от меня слышал. Меня нет, я умер. Я, говорит, с ним бился, бился. Ни одного слова больше не говорит. Говори. Вот звонит батюшка. Я только открываю, а у него же там счетчик включился. Говори. А если чужой, я говорю, они тогда начинают там материть и то другое. Поэтому я вам не отвечаю. Я не знаю, кто. И вот так раз. Я. Алло. Я отвечаю. Кто? Мне нужно. Ни слова. Кто говорит? Говорит лишнее слово. Кто? Так. Это вы, Игнатий Тихонович? Я следователь. Меня Александр зовут. На вас поступила жалоба. Я молчу. Я же не вижу там следователя или кто. А следующий так. Встретиться нам бы надо. Я в этом не нуждаюсь. Значит, у вас есть видеоканал, да. И там вы где-то буддизм обозвали сатанизмом. Ну и что? Жалоба в Самарской области. Буддисты на вас подают. Суд. Что я их оскорбил. Буддистов. Ну я молчу. Ну суд, так суд. Ну надо сначала допросить вот это и то другое как. А я не обязан вам отвечать. Ни в какое... Мне объединения никакого не пришло. Бумаги нет. Еще я с тобой буду говорить. Так и не будете отвечать? Конечно нет. До свидания. Не тратьте время больше. Рукой прикрывать, когда позеваешь. А так рукой. Во. Чтобы не видно было. В лагере у нас такой порядок. Если кто так рот разевает, кто рядом имеет право так в рот палец тунуть и отдернуть. А ты имеешь право укусить. А больше ты еще не можешь делать. Ну как правило, когда человек позевает, у него здесь мускул, не дают ему быстро. Он не может, быстро не может сядь. А ты имеешь право дергать. На этом все, игра закончилась. Так, проходим дня три на неделю. Опять звонок. Но звонок не то, не такой. Я опять молчу. Это вы, Лапкин, да. Значит так. На нас поступила жалоба там в прокуратуру Самарскую. Вот вы как-то там так, под таким-то номером назвали сатанизмом. Ну и что? Ну вот как-то мне надо отвечать. Одно и отвечаете. Ему надо отвечать, да простите. Но я понимаю его. Это вчера разговор был. Где ролик-то, какой? А кто это? Вы ищите, вы ищите его, где он есть. А я думаю, 10 тысяч. Тебе как раз до пилиции хватит искать. А как ты искать будешь, если ты не знаешь, как назвать? Все. Я закрыл. По сегодняшний день нигде ничего нет. А когда он сказал, я говорю, знаете что? Если было, то я с буддистами-то не знаком. А с мусульманами я знаком. У меня целая группа про мусульман. У меня книга про мусульман. За 1300 лет, что они говорили? Поэты, писатели, политические деятели. У меня все собрано. Я работаю с материалами. С историческими. И претензий никаких нет. А с буддистами это была статья. Помощник и покровитель, я говорю, она называется. Она была написана, я сейчас точно не скажу, но примерно где-то так в 12-м году. То есть 108 лет назад. И написал ее митрополит такой-то. И служил в такой-то митрополии. Какой ко мне претензий? Я оттуда взял, поместил материал дореволюционный еще. В моем ничего нету. Почему? А я ничего не могу сказать, потому что я с ними не встречаюсь. Так я скользь где-то. И пока сегодняшний день ничего нету. Они ничего не найдут. Не понравилось. Я говорю, мусульман, у них есть хоть какая-то ссылка на Иван Иса, Иса Барьян, там, они говорят, Инжил, там, название ангелов, все. У вас ничего нету. С буддистами ничего нет общего. Там чистый сатанизм. От сатаны все откровение. У них и Бога никакого нету. Как шакьяры это имеют. Каждый может стать Богом. Через нервану свою. У них карма, наказание. Кто-то начал говорить-то там. Да я тебе, вот, Эрима, смынулся, упал в воду. Карма тебя постигла здесь все. Ты уже кверх ногами лежишь. У нас ничего этого нету. Вот понимаешь, сказать подыскивается, я не могу сказать. Но, веримо, так вполне мог кто-то подать. Так что будете поменять там, помените, чтобы Бога. Я каждый день молюсь. Пошли миссионеру, чтобы обратили они к себе христиан, в первую очередь. Мусульман, буддистов, язычников. Христа-то никто не знает. Меньше всего христиане его знают. А батюшка накрой. Любой грех, простите, иди делай опять. А так не пойдут. Мне мусульмане пишут и говорят, у вас как все просто. Сделал грех, своровал. Батюшке пришел, а может быть поделился с ним чем-то. Батюшка тебя накрыл. Все, слава Боже. Ну, машины воровали, а этих шоферов долой. А машины перекрашивали. И этой группой руководил священник. Священник, это не у нас, в Молдавии. Священник, убийством занимались и перепродажей машин. Это же было, когда мы были в Ростовской области. Но там этой бандой руководила женщина-милиционер. Дальнобойщика пославили машину. Значит, по форме одеты, милиция. А она в милиции служила. Там капитан или майор. Поэтому, доверься Богу. Это ваша машина белая стоит. Газель? Ну да, такая. Брезентовый кузов. Да, да. Вот так. Ну, а у вас выход-то есть на такие, как вот Газель, а пассажирская? Нет, пассажирская. Незнакомых нету? Нет. Ладно, тогда. Я уже вперед смотрю. Да, мы поняли. Мы-то поняли. Не стоит когда заезжать. Куда вы заезжаете? Надо будет завозить. И грузы людей. Ну, Игнат Тихнич, если какие-то перевозки, грузы, я всегда к вашим... Ну, посмотрю, мы еще ничего не знаем. Да, если... Потому что в прошлом году с разных концов суда съезжают, в Барнаул. Раньше мне давало краевое управление милицией. Автобус давали. У меня... Мэр города давали. А тут лагерь-то закрыт, и теперь мне надо просить для гостей. А для гостей... Ну, а почему тут я... Другое дело лагерь. Ну да. У нас статус другой теперь. Мы купили несколько домиков, и теперь их надо отремонтировать. И в домах лучше всего, чтобы родитель был. Вот. Если были бы в это время, было бы тогда еще лучше. Когда... Если родственник на двор приедет, никаких у меня с родителем. Вот она была. Взять никак нельзя. Ни одна собака носа не судит. Закона такого нет. А если я набрал их, у меня сто ребятишек, это что, все в гости к вам приехали, тут они могут подкопаться. Мы только лагерь притащили в деревню, и говорят, у вас те же порядки. А ты была, ты вешаешь, а это моя гвардия. В тебе претензий нету, потому что ты сама с ними. Мне хоть одного человека надо. То есть это вот, учитывайте. Если у вас есть возможность, побыть, отдохнуть там, погулять и поработать. Без работы сидеть не дадим, ни дня. Ни секунды это. Температура. Мы его на тележку положили, вручную. Мы его не бросаем, с тобой берем. Привезли его туда. Я ему говорю, ну как, он на солнце поставил тележку. Он солнце-то жжет. Пойдем в тенечек, там будешь работать. Ну ладно. Все это смешно, если бы не было так. Так, послание к евреям, 6 глава, 1 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Толкование. Как бы на чей-нибудь вопрос. Ради чего сказал это ты, Павел, если не желал наказывать нас? Говорит, что сказал это, желая, чтобы и на будущее время вы поступали хорошо. Не осуждая вас за прошлое, опасаясь за будущее. И не сказал хочу, что именно показывала бы учительскую власть, но желаю, что свойственно отеческой любви. Ибо не на словах желаю этого, но душа моя сгорает о вас. Таким образом, понимая выражение, желаю. И не просто о вас, но о каждом в отдельности. Так он заботился о всех. И о малых, и великих, и всех знал, чтобы оказали совершенную уверенность в надежде. То есть, чтобы обнаружили полную и совершенную надежду. И не были смущены. Смотри, как не поражает прямо и не говорит. Вы отчаялись и доселе не пришли в себя. Но как бы так говорит. Хочу, чтобы ты всегда был тщателен. И чтобы каким ты был теперь и на будущее время. Каким ты был? Каким ты остался? Пожалуйста. Секея, прости, пожалуйста. Засыпаем под монотонность. Что-то надо меня эту голосу. Лишите. Регитарик. Лучше. Сестра, ты же понимаешь, это же не стихотворение. Никита пусть читает. О, а Никита грубее читает или что? Бодрее? Бодрее читает, да. Но это прямо действительно усыпляет. Ох ты как. Мне надо сказать, живо. Живо вам надо еще. Чтобы все понятно. И чтобы сейчас мы сами говорили за местной глади. Он, он, это, даже Слово Божие читать можно не сказать. Он, Игнати, как читает? Он же Слово Божие читает. Восстание с Гащием. Ничего страшного. Восстание с Гащием. Вообще вы хорошее нашли, молодцы. Вот так и бодритесь. А то сидите, засыпаете один за другим. Может, Дурсултан не читает? Ему интересно. Он много не поймет. Это не просто. Твердая пища уже надо. С Евангелия. Ведущий выбирается. Поэтому у нас тут есть один уже. Ну, еще я могу. Засыпающий. Давай, взбодрись, Сестер. Может, у тебя как-то. А что ты читал? Ты дочитываешь? Я дочитал. А, ты дочитал? Я дочитал, они уснули. Теперь читаю. Ну, и что вы на чем уснули-то? Расскажите нам. Подожди. Я читал вот этот стих. Желаем, чтобы каждый из вас... Евреям, 6 глава, 11 стих. Главный стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность. Все. До конца. До конца. Самое главное. До конца, а то... Желаем же, желаем же. Ну, то есть, так надо понять это все. Вот приезжает апостол, начинает с ними беседовать, а они вот такие вот, один через одного засыпают ему. Что ты так слабо рассказываешь? Вот это вот у нас, начиная там от Адама, вот интересно-то наши священники все рассказывают. А ты что-то вот на тут одно и то же Иисус, вот что-то там, мы все позаснули уже. И он тогда начал рассказывать по-настоящему о себе. И они тут посмотрели. И что, и в тюрьме был, и там тебя все слушали. И что, были лжебратья, и что, и никто тебя не убил? Ну, 40 человек заклялись, и ни один не дошел до тебя? Да. Нет, не дошел. О, это нам, слушай, уже интересно. Ну-ка, давай дальше. Он говорит, а я желаю, чтобы вы такие же до конца были, как вот я в этот самый момент. А почему? Гляди, у него сколько друзей. Этот услышал, парнишонка, пошел, побежал, дяде рассказал. Дядя уже знает знакомство, побежал, сотнику рассказал, сотни к тысячному, тысячному. Тот побежал, уже правителю рассказал. О, как все надо, чтобы действовало. А так, конечно, не то ничего. Дядя побежал, и он в вузах сидит. Ну да. Успел только телефон. Поднял же ковек. Капитан, на меня убийство готовится. Да, да, да. То есть уже все, все вот так вот прошло, все, и он уже спасли. Как так? Вот это интересно нам слушать, конечно. Здесь надо это вспоминать, сестры. А это о чем говорит, когда вы засыпаете? Что вы плохо знаете Слово Божие. И поэтому, когда вам говорят Ахан, что у вас в голове Ахан? Я сказал Ахан. Неприличные слова имени выражаться. Да? Есть только магазин Ахан в Барнауле. Да, молодец, уже неплохо. И все Ахан. В Ахане там морковка хорошая. Нет, нет, ребята, нет. Нет, не о том идет тут речь. Должны ревностные быть до конца. Как вот услышали вы, и вам интересно стало. Коснулось. Сердце коснулось, вот такие вот первая любовь должна остаться. А у нас она не остается. Почему вот так вот Галя с ребятами запоминается? А она как была вот в тельняшке. Вот, покажи, где тут мама нарисовала. Вот, маму как нарисовала. Вот это мама ее, такая вот была раньше. Вот такая в тельняшке бегала. Шустрая такая. А теперь только их пять бегает. Ну, не пять, один вообще. Занятие такое, пришла в университет и не знала, куда руки спрятать все дела. Стыдно мне было, я увидел, какой народ-то у нас. А она все время любила в тельняшке. Такая мужиковатая была. Ей только на ринге там девчонки дерутся, показывают. То она бы там первое место. Понимаешь, что тут с тобой, ты тут стирала, а мы там с тобой через забор котов, как коты бились смотрели. А вот смотри. Нет, ты в тельняшке такой подбежала. Ну-ка, и мы с тобой вдвоем. Кто-то сказал, 40 киллеров, там слишком было их даже. Согласились они, ни пить и не есть, пока не убьем. Вообще-то здорово. Но кто может сегодня сказать, что на него было покушение, и он знал, не просто готовилось покушение на Путина, и не получилось, потому что тут, ну, на Гитлера покушение-то. А в это время он проезжает, тот хотел стрелять, а все руки скинули, лез рук вот так вот, приветствует его. И он говорит, я не мог выстрелить. А его уже высчитали, потом расстреляли. А именно так, что он знал, потом, не сразу. И оно было в покушении, готово, рядом. И вдруг какие-то обстоятельства вывернули, и остался живой. Кто может рассказать про себя это? Одно дело Павел, это уже известно, 2000 лет повторяет. А вот так вышел, сказал, и у меня в жизни было вот точно так же. Покушение прям такое дано. Покушение не какое-то определенно. У Павла, у Павла племянник услышал. А чтобы Господь открыл, как Петр, Ангел разбудил его и вывел. И чтобы убийцы покаялись, это еще больше. Ну, Давид вышел и Голиапа убил, это здорово. Тот самый большой был богатырь, метр по четыре, наверное. И он вышел, оружие не взял, как враща, как враща. Он зарядил туда булыжи, и как его побежал, настречу дал прям в лоб. А он не защищенный был лоб. И вверх ногами. И сегодня считается, маленькое государство Израиль победило Голиапу. То есть, вот на него на Израиль, которые идут, территория его врагов в 500 раз больше его территории. В 500 раз. Его бы еще не стерли с лица земли. Нет, не сотрешь. Об Израиле все сказано. Вот сейчас бы вышел, допустим, какой-то царь и сказал, а я из Италии. А про Италию еще сказано, ни слова. А Германия, ни слова. А Америка, ни слова. В Библии сказано про Израиль и про Москву. И поэтому хотим, а не хотим, а прямо каждый день молятся, Господи, дай мир Израилю Твоему. Это все псалтырии. Железо за покойного считается. Я могу рассказать, мои жизни было. Я знать еще не знаю. Я на корабле. И в это время меня готовятся убить. А убить было меня очень легко. Вот рубка стоит, которая, ну там стоит, селась за штурвалом. А если авария случится, то там другие идут, канаты, рычаги, они ведут через весь корабль. В последнее называется бандерская рубка. Бандерская. Там сломалась, она оттуда руководит, берет руководство на себя. И там никого нету. Она бездействует. А я учусь в высшем мореходном училище. И я туда хожу и уроки готовлю. Я никого не вижу, ничего занимаюсь. И в это время я сижу, занимаюсь. Кто зашел, я не оборачиваюсь. Ну зачем мне это надо? А убийцы, вот они рядом стоят. Они подошли, такой момент, идем, вечер уже темняется, они меня ударили за борт, а пока хватится, там уже и свидания нету, там моря, нигде нету. И в это время приходит, у нас капитан Фролов был, его жена, она постирала все, и пришла туда там развешивать белье. и они не стали, оставили. А в это время меня вызывают и говорят, ну ты учишься, да. И ты что, думаешь так верующие тебе дадут работать? Я, представь, положим, вы капитан дальнего плавания, ну я занимаюсь иностранными языками, мне откроется эта дверь. И представь себе, у вас что-то было. Корабль, это территория государства, на ней плак висит. На корабле не имеет права заходить никто туда, без моего разрешения, капитаном. И вы будете теперь, помоги мне Бог, значит, мы на вас плечок забрасываем. Вы думаете, или оставите всю эту дурь, чтобы молиться, молитесь, или вы делаете, как мы вам говорим. Я тогда раз заявление на стол, я ухожу. И в это время, когда надо было мне уже уходить с корабля, в это время подошел лоцманский катерок, называется, когда входишь, он впереди тебя идет, он знает, где там мель, где корабли затоплены, он идет точно, за ним ты должен идти, корабль везти. Точно, точно, никуда в сторону не стернуть. А дальше корабли стоят, это канал, в канале. Как только заходить туда, меня сразу вызывает, не моя вахта, меня вызывает. Мне Бог просто дал чувствовать. Я стою за штурвалом, и где только не заходили, всегда меня за штурвал звали. Если бы все, но надо мной старший боцман. Теперь я увольняюся, корабль на рейде, мне надо увезти, я уже документы получил, прохожу мимо, а там есть еще такая, где он держит разные канаты, да все такое. Ну, это как сказать, прораб или кто. Я прохожу мимо меня за грудки, вот так вот, а зайди сюда. Я зашел, я так же с бородой был, прости меня. Я говорю, а что? А вы помните, вы там сидели, учили где-то, ну, а помните, жена Фролова пришла, да? А мы были рядом, мы пришли вас убить. Я говорю, а за что? Ну, как за что? У меня отец был офицером, ну, какое я отношение имею? Имеете. Вы в Бога верите? И у меня бабка в Бога верила. А у отца портупея, узкий ремень, а я хулиганистый был, и бабка жаловалась отцу, а отец меня порол этим. Я сказал, как вырасту, всем верующим буду мстить и убивать. Вообще, я не, ну, бабка верующая, и он то другое-то. И он смотрит на меня, Володя звать, чернявый такой, коренастый, стоит, прости меня. Вот если бы, когда штиль, это полная тишина, и корабль вот так бы закачала, как на волнах-то, я бы, наверное, меньше удивился. Я знал, он такой суровый, неприступный, и вдруг он говорит, вот такая была, почему меня спасли, мой ангел? Я ничего не знаю, я только первый год начал верить по Евангелию. Когда я возвращаюсь, а мне рассказывают, вы, я дневник веду, а вы не помните, вот 13-го числа, это была суббота, у вас что-нибудь там было, а я 13-го, ничего не было. А у нас брат латыш, он отсидел лет 20, латыш, он не православный-то, пришел, взволнованный такой, а где этот братик молодой-то? Они говорят, да в море ушли. У меня, говорят, у него сердце так болит, давайте молиться сейчас, какая-то большая опасность у него. Это они мне говорят, заметь, как связано. А почему латыш, а я латышам помогал. Я выучил их язык, они меня очень любили, бабки там больные, за латышскими бабками там это все, а это все по цепочке идет где-то. Стали молиться, помолились, стали, ну ничего ответа нет. Ну ничего нет. Ну а как они могут знать, что, когда я в море? Я за много километров. Когда я возвращаюсь, они мне говорят, что было в этот день? Теперь я припоминаю все, когда этот Володя рассказал. Рассказал. А когда они мне признавались, что молились-то, я не знал. Я еще работал. Я теперь это свел концы, когда я увольняться стал. В этот день. А в какое время? Да вечером, вот уже темнеться начинало. Я вспомнил, как так все было. Вот один проповедник, он там где-то в Индонезии, ну и так же проповедовал, говорил, и душа это обратилась. Он говорит, я убийца ваш. А как? Вы проповедовали там, а там обратились, там из мусульманства, пришло сколько человек. И мы решили убить вас. А кто? Ну, жеребие пал на меня. Я, говорит, взял, у меня было 4 патрона и вышел. Ну, когда я залег по тропе, по которой вы ходили-то, я посмотрел, вы идете, разговариваете. и у вас идет, 15 человек. Ну, я понял, мне не справиться, 15, у меня 4 заряда. Я припомнился, и думаю, я шел, и пел, и молился. Я ангелы стану, отец, но и тебя. Никого не было. Но он говорит, я увидел, вас прошло 15 человек. 15. Вот Бог как делает, защищает. Это я чужую биографию рассказа, это моя. Другой говорит, он едет там, где-то проверял прихожан, они там, ну, 2-3 дома, хутор называется в Латвии-то, и обратно едет, уже ночь, ну, на, он едет, и тут дорожка одна отворачивает, как бы на Потеляевку, в сторону-то. И вдруг, я сам не знаю, еще лошадь потянул, и она повернула, она уже не раз была, тут она пошла. Ну, зачем я еду-то? Тут 3 километра туда, обратно, но я доехал, доехал, обошел вокруг дома, тишина, никого нету, луна, я не стал ничего говорить. А у них, говорит, открыто, где коровы, я, говорит, зашел туда, встал на колени, и давай молись, о Господе, что-то к сердцу мое бьется, прям невозможно. Если ему грозит какая-то опасность, приди на помощь, да они имеют та рука, которая желает сделать зло. Прошло 4 года примерно, он в тюрьме проповедует, там где работает, и в это время один подходит, у него такая скособоченная рука и говорит, это вы, вы такое-то время было осенью как раз, вы приезжали туда, в такое-то место, он говорит, да, приезжал. вы заходили, молились там, заходил, а я стоял в это время, говорит, вот так с кержалом, зарезать-то. И когда вы сказали, да отсохнет та рука, я почувствовал, как холод начинает обхватывать руку, я не мог опустить. Вы помолились, встали и пошли. Я слышу, телега там, звук издает, уехал, а я так с рукой и стою, я не могу ее повернуть к себе, я ее тяну кое-как. И вот с тех пор я такой. А у меня другие дела нашли, посадились. Молитва пережгла нервы все. Это ничего нельзя, это из практики рассказывают люди. Я из своей практики могу показать молитвы. Поэтому, да у вас какая помощь, да мы вас, Бог допустит, но напрасно бодрствует, страшно, если Господь не охранит. Напрасно строит, если Господь не поможет, не построится. Вот ты считаешь это и скажи, да так, про киллеров узнали. А как они выполнить? Да начальнику, когда передал племянник, начальник что? Он обдумал, так, 200 воинов, так, 200 кавалерии, и 70 пушкарей, 470 человек. Охрану дать и ночью срочно перевезти его в областной город. Павла на ослае двинулась. А эти-то думают, днем будем просить, чтобы вывели его. Пришли утром, никто не узнал даже. У вас такой-то узник, мы хотели до конца узнать, говорил он или это. Он говорит, а его нету, его отправили. Куда отправили? В Кесарию. Но не поняли, что все уже не захватить. А он там сидит спокойно, люди приходят. А киллеры, если бы зашли, охранник проверяет документы, смотрит, есть ли у него на лбу 666. Свой или чужой. Вот история. Мы должны тамошнее событие перенести на сегодняшнее к себе. И что на каждое событие у тебя будет пример какой-то. Ну, не язычная жизнь, но я много знаю примеров. конкретно. А это вот то, что было. Готовились, но ничего не было. У меня в деревне было, мама посылает постоногов ее фамилия, и бабка лежала то ли парализованная, а мама всегда пироги пекла на праздник, на какой. Сынок отнеси. А он, его звали Поликарп, а брат у него Паша, мы учились вместе в школе. Я пришел, отдал, а он мне говорит, ты долго будешь тут ходить, бабку? Еще раз мимо нас улицы пойдешь, я тебе показываю. Он мне угрожал сильно. Я теперь хожу в другом месте, там, где береза стоит, под которой молимся. Я только уехал, а мне говорят, а Поликарп-то погиб. А как? А он неаккуратно был, видимо, Солидол попал на гусеницу, он по ней шел, и как рухнул, а сам тяжелый такой-то. И ревры переломились и воткнулись ему там в печень, везде. Все. Он только замыслил убить, а уже ничего нет, уже никого нет. Давид говорит, я ищу их и не нахожу. Даже прах один, как солома в вихре ветра. Развеял Бог, и ничего нет. Я узнаю, что уже месяц примерно его похоронили. Вот так. Мне пришлось в армии давать показания, а их там целая группа была. нехорошее дело делали-то. А меня вызвали. Я верующий не могу лгать, я сказал. Я видел, потому что был там-то на вахте. Мне казалось, это крысы ночные. там как поднялись они. Ни одного нет. Никуда не прятался, отслужил, вышел. А Бог если отнимет ограду свою, кирпич с неба упадет с крыши. И все. Черепица отломится. И ты когда считаешь, и ты прямо вписываешься в это, Господи, это про меня написано. И это про меня. И меня ты вам там-то спас. Я только три раза тонул, тонул, по-настоящему. А я живой. А как это может быть? Вот это я сказать не могу. Все, больше никто не заснет. Да, пошли. Давай, Серега, дальше. Не спать. Все время думай, а я бы там был, как поступил, а я бы был, как со мной был. Тогда тебе запомнится. Это не чужая картина. Аминь. Давай, Насултан, слушай внимательно. Берите телефон. Это в коридоре. Нет, тогда не в коридоре. Это там. Это там. Это у меня в кармане. В детской там. Да. Ох вы все слухастые. Прям лисы. Хорошая наша женщина, правда? Американцы приехали на нашей женщине. Какие они красивые у вас. Это платки красивые. Да. Спасибо. Не только платки. Почему? На душе чисто. Не против мужа, не против государства. Ни где нет. Мы не приветствуем, чтобы ругались там на Путина или на кого-то или на Зарбаева. У нас этого нету. Ни одного слова. Мы только молиться имеем право. Да бывает. Бывает. Грешим. Давай. Давай-ка грешим. И это к их утешению. Ибо относит это к будущему времени. И хотя выше сказал, потому что вы сделались неспособны слушать. Евреям 5.11. Ибо доселе указывал на неспособность слушать. Теперь же говорит, заблаговременно пекусь о том, чтобы эта неспособность не коснулась вашей души. Ибо как бездействие и недвижимость вредит телу, так и не упражнение в добрых делах делает душу слишком беспечной. Выше напомнил им, в чем они прежде были добродетельными, представляя им пример в собственных их делах. Теперь же возводит их к патриарху Аврааму, чтобы не думали, что они как недостойные никакого слова забыты и оставлены Богом, указывает, что проводить жизнь среди ускушений есть удел особенно славных мужей. И что Бог так поступал с великими мужами. Ведь если бы Он, Господь, тотчас же давал то, что обетовал, то не могла бы обнаружиться вера их. Теперь же медлит исполнением, чтобы через терпение открылась их вера. Ибо тогда становится очевидной вера обещавшему, когда кто, не получая обещанного, в продолжении долгого времени верит, тем не менее, что получит и не отчаивается. Посему для того выражаю вам эти укоризны, чтобы восстановить вас и чтобы вы подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. А кто этим уже, он объясняет далее. Но смотри, как на первом месте поместил веру, потом долготерпение, потому что долготерпение происходит от веры. Ибо кто не верит, что обетовавший несомненно даст, тот и не долготерпит. Это ко сну относится. Если сильно мало веришь, то и заснешь, да? Наверное. А что там слушать? Поясните, пожалуйста, момент. Впровождение времени в искушениях, среди искушений есть удел особенно славных мужей. Вот этот момент поясните. про монахов уж сто процентов. Они все время в одиночке в искушении сидят. Гнатий Тихонович, поясните, пожалуйста, момент. Провождение времени среди искушений удел особо славных мужей. Это о чем? О монахах. Переведи теперь. О монахах. Но монахи все время в искушениях они доблестные значит. Правильно? Ты прав. Не правильно? Ну допустим, смотри. Ну я понял. Долготерпение помогает перенести, а человек если не верит, как он будет чего? Нет. Иосиф. Нет. Галя, повтори. Сережа прочитал сейчас толкование. И там написано провождение времени среди искушений удел особо славных мужей. Вот этот момент поясните, пожалуйста. Ну как? Обожди. человеку всем придется прийти вот где-то там бороться. вот помнишь Данка у Горького старых Айзергей? Он претерпел столько, а теперь когда начались уже эти движения вперед, и каждый отвечает сам за себя, а он может еще другого подцепить, и на все. А другой, который не приготовлен, чуть не так температура, я замерз, даже беду не подай. Никогда. Потому что Бог тебя уже испытал над одним, над другим событием возвысит, над третьим. и Зватауз говорит, тем тяжелее переносится, чем неожиданнее. Вот мы живем, у нас хорошо, Кемерово сгорело, а у нас нет, мои ребятишки при мне. Ты просто понимаешь, что твои дети оказались там. Тебя сатана подвинул туда, смотреть мультики. Никуда ни разу не ходить, я тебе постоянно говорю, на шаг их не отпускай, детей, так говорю? У нее дочка больше 100 граммов только имеет, по музыке играет. Там похвальная, там где она, я не знаю, где так она. Ну, такая музыка. Бахты пьяные, классические. Играют так. Никуда. Ее вызывают где-то там соревнования, не в этом городе. Сама езжай туда. А нет, значит, прекратить это. Это не нужно для спасения. И вот начинается испытание, а испытание это может быть разное-разное. А я делаю это для Бога. Я для Бога делаю. И приготовлюсь так. Завтра будет нашествие на племенных. Война не самое страшное. Самое страшное плен, святые отцы говорят. Плен. А если тут ты дернулся на той стороне уже. А вот теперь приготовься, как будто ты вместе с ними. Это первое качество лидера воображения. Мне сколько раз говорят, у вас и воображение работает. Вот сегодня где-нибудь там немножко где-то, а я уже представляю, что там пожар где-то. А я представляю, мы здесь находимся, и сейчас все вспыхнуло. И как мы будем? Кого первого спасать? Как? Я все время, потому что жития святых я когда начитывал, ну, там, им резали кожу, там, глаза выдавили, я начитывал, и как будто это все со мной. Я в жару умирал, по-моему. И когда слушают люди, они входят в отец с Артеньей. Там начитано, но этого нет. А как вы могли так насчитать? Я читал и плакал. Я, 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 это не про него, про меня написано. Он мне не друг, не брат, выдуманный герой, а я как, хорошо, что я просчитал. Попробуй насчитать так. Не получится, потому что ты не можешь. Есть такая артистка была в Фройце Бурлакова. Знаете, на Сибирске там. Фройце Бурлакова. Она играла так, с ней нельзя было соревноваться. Но она не могла из роли выйти. Она приходила, Анну Корейну играла, а потом она дома, я говорю, ты же опросься. Какая я опросься, я Анна. Она не могла выйти никак, и на этом ее Сатана изжег полностью, бросилась под пояс. Анна Корейна бросилась, а она бросилась под пояс. Ну, у нее фамилия-то не такая, это первую роль она играла там. Бурлакова. Пела, когда приехала из деревни. Я сейчас давно, чуть не канонизирует на Сибирске, там и памятник, и доску, и прочее. Ты должен быть там, сопереживали. Сопереживание у насмешника быть не может. Вот иногда, иногда, которые говорят, встречаюсь, со мной, если говорить, так я буду останавливать. Говорит, а потом я подошел, ему говорю, вот так нахожу. Это ничего не будет, это циник. У нас Саша Мухова, вот это тот, у него это было. Закончено страшной трагедией. Все потерял. Абсолютно все. Недавно один разговор, я слушал, там, свел один священник, он со священником говорил, у него ничего не осталось. Выметено, выжжено все в душе. Я про это говорю. Если ты уже это испытал, тебе легко, и ты другому можешь показать. По теме? По теме. Можно еще вопрос? По теме. Вот вы сейчас сказали про Савинцеву, про вот эту актрису. Да. Уже есть медицинские доказательства того, что она заболела каким-то заболеванием, я уже не помню, как называется, молока попила, и какие-то бактерии, да, какие-то бактерии, в общем, поражается головной мозг. Вот как это объяснить с точки зрения христианства? Это что, беззнавание, или все-таки это заболевание? Ведь к заболеваниям по-другому, наверное, церковь относится? Это не таблица умножения. Здесь надо знать, что и как, где она была. Вот юноша один. Отлично все. Сын губернатора края. Представь себе. Князь. У него все отлично. Все отлично-то. И он, наконец, слушает и обращается к Богу. Но обратился и оставил все это свое, диплом. долой. Лег спать. И ночью утром встал и, а кто такие вокруг меня? А ты кто будешь? Да как кто? Вчера тебя монахи постригали. Что вы думаете? Я губернатор. Сын губернатора. Те подошли и говорят, а с ним что-то делается не так. Ну и стали говорить, и видят, что поехала крыша, говорится, с катушек съехал. Не знают, что делать. Тогда к Иоанну Златоусту. А Иоанн Златоуст составил молитву на изгнание демонов из человека. Раз молитву составлял, значит, знает как. Это называется к монаху Стагирию. Первый том проповеди. Первая, вторая к Стагирию. И он очень сильно забесновался. Иоанн Златоуст говорит, я молюсь, толку нету. А вот в горах тут монахи живут, на вершине гор. Там, как настоящие буддистские монахи. Надо туда идти. Повели туда, молятся. Ни грамма не помогает. И тогда Иоанн Златоуст пишет, что бывают и с верующими по попущению Божьего. А отец в это время, моего сына погубили, да я с вами что сделаю? Не болел? Заболел-то у вас. И как заболел-то? Неизлечимой болезнью. Врачи говорят, мы ничего не можем сделать. И теперь только молиться. И сколько не молились, он так и не выздоровел. А может от этого? Все может быть. Но беснование явное. И притом беснование не на погибель, а на спасение. Я никогда не догадался бы. А почему? Вот арестовали христианок, который допрашивает, говорит, ты будешь говорить или нет? Я христианка. Так, ты видел, это здание стоит, это блудилище. Я тебе отдам туда, тебя по 200, по 300 солдат будут насиловать. Она говорит, ты что? Я награду получу за это. Какую награду? Ты блудница, кровавое место весь тебя сделает. Награду получу. Я добровольно этого не хочу, а ты терзаешь душу и тело. Ты знаешь, я девственец, я прошу Бога сохранить меня. И Бог начинает делать. В это время слышат один юноша военный-то. А вот пришли солдаты, в очередь встали. Такую красавицу-то отдает им-то. Я вот подошел сразу, грудь, я герой Советского Союза, мне первому доступ под юбку. Хорошо. Его первого. Вот заходит сразу, снимает плач и говорит, тебя как звать-то? Она говорит, света. Так, одевайся. Вот так капюшон надень, что тебе будто бы стыдно людей. Ну, где ты был-то? А твоё давай, он оделся. А когда она вышла, вышла и скрылась, её нигде в гору шла. Следующий приходит, солдат раздевается, берёт её, поднял. Вот это да. Что Христос, говорит, воду в вино превратил. Я, говорит, считал такое. Но чтобы из бабы-мужика сделать, такого не слыхал. Ну и вышел, никого нигде нету, его казнили. Он пошёл на это, как воин. Думали всё. Голову повели Агнию. Агния стала молиться, и Бог ей волосы спустились до земли. И она идёт вся окутанная волосами. А события рядом уже переворачиваются. Ты доверься Богу. Бог так поступит, как ты никогда не знаешь и не думаешь. Поэтому практика. Мои года, моё богатство. Кто поёт это? Махтангий Горица. О, точно. Мои богата. Я не сидел в углу, где-то. То есть голова моя всегда. Да, да. Мои богатства. Ещё бы не было. А это было. Это так было. Вся жизнь из происшествий. Вся жизнь. Ну, я когда был в тюрьме, казахский лагерь-то. Ну, казахи, ну, какое там образование? В охране, да везде за наркотики попались. Но образования-то никакого. Ну, и ко мне один подходит и как будто хочет узнать. У меня такое мысль. Да он, чё он знает? Буду ему это рассказывать. Я так, кратер. Он говорит, а мне вот интересует вопрос. Скажите, а кто виноват, что Филиоков так вот возникло в 1054 году? Он как мне вопрос поставил, я отшатнулся. Вот это да. Он говорит, как на пятом курсе академии учится. Казах. Он меня сразу поставил на место. Я не дал вид, что я о нём думаю, приниженно. Ну, я с другими-то казахами знаю, с они ничего не знают, совершенно. Травку покурил и всё. А этот оказался, его Бог ко мне и подослал. Вот. Ты не знаешь, что скрывается под этим. Дальше этот вопрос только я ему разрешил. Он серьёзный такой. Второй вопрос. Вопрос задаёт из глубин канонов. Никогда бы даже в мыслях не имел. Я ему тогда подробно объясняю. А один решил тоже, то ли он какую-то имел льготу от других ко мне подходить. предупредили всех тайно, чтобы ко мне никто не подходил. А мне вот затуть и могут. Ну, и один пошёл тоже. Телефон. Чужую фуфайку надел. А его побили там щаверками лопат. Вот, видите. Ну-ка, вы сейчас ответьте, да скажите, кого вам надо. Алло. Что хотели? Это Абдурахман. Это Абдурахман. Абдурахман меня зовут. Это Сокольский. Очень приятно. Я тут говорю. Сокольский? Сокольский. Это вот Валерия. Сокольский звонит. Вот, жена. А у нас до телефона отключены. Жена его. Сокольский. Так, алло. Простулись сюда. Кто должен взять? Простулись. Валерия. Сокольский. Валерочка. На, Аровский. Алло, алло. Жена. Жена грамотная, сильно. Так, вот так и надо. Ее Абдурахманом не испугать. Все. А ты с Хейруллот. Все, наше. Поговорил, нет? Нет. Она отключилась. Отключилась. Все, поняла. Все. А почему отключилась? Все. Спугалась. Поняла, что... Женщина всегда тайна. Почему? Потому что в темноте. Ее не рассмотришь. Почему, говорит, соглашусь, в случае с медведицей на крыше, на углу жить, чем со злой женой в пространном доме. И Клися Соломан, у него было 300 жены, 700 налождец. Тысячу. И он говорит, я нашел, что женщина в горше смерти. Вот это да. А у него опыт был хороший. Игнатий Ильич, наоборот, чудо-жена с Абдурахманом не стала знакомиться. Я не ожидал только поворот. Ну, зато проснулись. Ни одного спящего не видать. Кроме... Нет, она не спящая. Вот как Бог делает. А что будет спать-то? Она молодец снимает. Да, она не спящая. Все, Сергей? Она не спящая. Благословен Господь. Еще вопросы есть у Кавкоти? Мы брали когда-то компот. Я не знаю, кто продавал компот. Какой Абдурахман там? И говорит, ой, хороший урюк. Хороший. Я говорю, я для детей. Ты можешь маленько подешевле сделать-то? А, моя может. О, моя может. Он думает, я у него килограмм 30 куплю. А у него мешков 15. Он привез сюда, разгрузили. И не меньше 10 лет лагерь наш пил компот. Отличный, хороший. Вообще, да, хороший. И мы с ним поговорили. Я говорю, значит, там, Абдурахман, на базаре у вас плохие отношения бывают. Если сильно будут грозить, там, да убить, ты запомни, где я живу. Тут тебя никто не возьмет. Спасибо. Да, я как раз сейчас в этом привозил. Все? Благословен Господь. Все. Вопросы еще. Кто-то Куахан вспомнили? Так. А что, кто-то помнил, что ли? Вы дальше сказали, вы бы могли больше рассказать. Вы отдельно что-то можете нам засчитать? Я сейчас мы отпустим, и сразу мы начнем с вами. Согласны? Согласны? Все. Кто хочет, может оставить. Абдурахмана себе будет говорить. Так, становитесь это рядом, чтобы видели, как мы молимся, а вы по-своему. Как там, как руки, ноги, как положено, так все делайте. Достойно пропойте, и потом. Достойно и всякого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херурим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога Слова Рожшую, Сущую Богородицу Тя не лечаем. А где эти малыши? Так, у меня такой порядок. Слева самая маленькая девочка, справа самый большой, маленький мальчик. Почему? Моя охрана над ними. Молитесь? Молитесь, Отец Наш Небесный. Мы предстали перед Твоим величием восславить Тебя, как Ты дивно велик. Ты облагодасил нас в этот день, сохранил от всякого рода зла и греха. Утешь родителей, потерявших детей, чтобы они взирали на Тебя, как на начальника совершителя веры, что нет иного имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечно, но не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ты нам открыл это. Хвала Тебе. Найди наших родных и близких, не знающих Тебя. Откройся им в этом. Сохрани нас в святой православной вере. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву, воздяяне рук, как жертву вечернюю, и благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Боже Всемогущий, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас, Дивный Создатель. Прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, слушай ты да слышит раб Твой. Аминь. Тогда побудьте, сейчас пока разойдутся, а я первый там переключу. Раиса.